Которая на самом деле, вот сейчас без шуток, реально он очень крутой игрок. Возможно, моментами он не зажигает, ну, в плане убийств, там, серии убийств и тому подобное, но он действительно талантливый тиммейт. А это, проверьте, очень важный спил, когда ты умеешь грамотно взаимодействовать со своими партнерами. Есть, просто, когда проигрывают Ашеры, все обращают на это огромное внимание. Хоббит, вот это да! Кстати, интересное решение от B.A.G. Было 4,5 тысячи долларов практически у каждого, но это 2К-форсы аркада базы B. На вторую карту, друзья, очень сложный бай Хоббиту. Как жестко прилетели Хаешки, 16 хп остается. Одна Хаешка, потому что у Хоббита не было армора вообще. Да, 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 всего одна даже была. Сделал Хоббит последнюю секунду, я так и не понял. Мне казалось, что он уже видит, но не стрелял по сопернику. Хорошо, на банане разбираются, но второй раз уже здесь сумасшедшие проблемы. Спасает, пытается раундвоксинг. В доме на Инферно в соло просто принимал таких игроков. Ангел забирает, отличный момент, выживет. Да, выживает Кирилл. Минус дом. Забрал Тапсона, 3 в 5 ситуация. Ошибки сейчас будут от Тизена, да, это минус для Воксика. В этой ситуации отдать плент, либо дать один минус, как-то и не убежать отсюда. Нет, у Кирилл проблем не будет. Два минуса с Капитана, хоронит Сантара Сейнекса. Есть второй, третий, три раунда точно. Ошибка от Тапсона. Я обожаю этот раунд, вот я все жду и жду. Ну и первый, второй, это действительно просто. Вы знаешь, как только беги цепляются за какой-то раунд, Ашеры моментально отвечают сверхуверенными действиями. Который был на банане в центре, вот он выход уже в пятером на плент. Почти начинается, но начинается он с фрага от Воксика, который четенько стал в ковры. Еще раз не повезло Тапсону. Воксика оказывается максимально свое время на коврах, когда тиммейты уже проверили. Воксик, третий минус в раунде. Это сенса миллион, как он жестко наводится. Так, Гоби был абсолютно прав, доверив оказывать седьмой Тапсона. Второй минус от Тапсона. Забрал Кирилл Карасева на главке, отпустил тли. Дэд Фокс, это третий. Ну и дожидаются тем самым помощи. Ой, какой важный минус от Дэд Фокса. Да ну что, зажжет. Нет, Иса не забирает библиотеку. Да дожить нужно ему этого игрока и побежать, наверное, на точку Б. Тут можно еще поиграться с соперниками. Он просто вешает хедшоты. Один на один в шарте соперник. Услышит? Нет, не услышит. Сантарас закрывает. Да, изи, изи. Пытается найти его Воксик. Теряет драгоценные секунды. Приходит на помощь. Би-и-джи, подсадка. Два минуса от Сантараса. Но Воксика забрать не сумел. Дэд Фоксу нужно выходить. Да, он уже в смоках находится. Иса пытается просто там выжить в тупичке. Вот он, Дэд Фокс. Близко. Ну же. А вот тебе мертвый лис. Какой тайминг. Гоби, какие гранаты. Хватит. Наконец-то достава оружия. Забрал Дэд Фокса. Есть вертуха от Исы. Есть инфа по пленту. И сейчас просто вдвоем войвите и пикнуть. Быстрее. Получилось. Забирает Абая. Итак, Иса только квадрокилл в этом раунде спасает Хэврейзерс. Есть первый минус. Ксантареса ликвидируют. Один на один. Разберут флешками. Тут просто без комментариев, друзья. Давайте смотреть за этим хорошим эпизодом. Итак, кто кого. Кто кого. Времени все меньше и меньше. Итак, Иса. Иса. У нас будет следующий матч. Не знал даже. Так, подожди. А вот Би-Иджи сдаваться не собираются. Ксантарес есть первый минус. Забрал Кирилл Карасева. Хотя точно так же начинал свой прошлый раунд. Ответ от Исы. Но два в пленте. Прочитают или нет? То, что двое. Фонтан видит. Хороший минус. Проверяет. Есть. Жестко хоббит. Жестко.